Они годами голосовали за разграбление страны, но сегодня и слышать не хотят алюстрации. Для того, чтобы люди, которые пришли и стояли в очереди за должностями, они должны уйти. А вы остаетесь в политике? А от кого какие сомнения есть? Это мои личные сомнения. Это ваши личные сомнения? Так вот, чтобы вы еще молодой человек, где 25 лет проработал в системе управления в Донбассе, проходя все должности. Поедьте в Донбасс, чтобы у вас сомнения ваши рассеять, и чтобы вы не пугали людей. После побега Януковича без кормильца остался самый большой выводок народных депутатов. Мы осуждаем бегство и малодушие Януковича. Лечащий врач порекомендовал мне пролечиться, потому что высокое давление стало, головные боли. Скажите, пожалуйста, а вы нас умуете за Януковича? Вы кого представляете? А что это за питание? Сумую чи не сумую? Что это оно вам даёт? Что такое сумую? Как только это питание есть, то это какая воно у меня останется? Сумую чи не сумую? Больше двух сотен некогда провластных депутатов погрязли бы в нищете. Вы особенно сумуете за Януковича? Я сумую за краину. Мы переживаем один из самых сложных и трагических периодов. А вы скучаете по Януковичу? Вы общаетесь с Януковичем? После того, как всё случилось, жаль, что так получилось. Но на этой неделе появилась сенсационная новость. В Верховной Раде на сегодняшний день ведутся заколесные торги представниками группы Пурченко-Арбузова. Метою которых есть – отримать контроль и створить властную депутатскую группу. Кремль и украинские ВИП-беглецы оптом скупают народных депутатов. Регионалов, конечно. Они пропонуют сумму 200 тысяч долларов. В каждом, кто погодится, вступает в такую группу. Кто эти депутаты и сколько они могут получить за предательство? Группа семьи распрощала зараз проект властной политической реанимации. Дайте нам гроши. Вот, например, одиозный Владимир Алиник. Говорится вопрос о убийстве кого-то на Майдане. Тот самый автор диктаторских законов. Скасовывать эти законы невозможно. Во время Евромайдана этот человек – главный рупор Виктора Януковича. Нужно дать президенту два термина для проведения этих изменений, которые он планует вместе с командой. После побега царя Алиник испарился из Верховной Рады. Он нам нужен. Депутатский мандат, конечно же, не сложил. И вот на этой неделе Алиник собрался триумфально вернуться в парламент. Владимир Алиник, представьте себе, вступает в межфракционное объединение «За мир и справедливость». А это еще одна защитница Януковича – Елена Бондаренко. Единственный, кто сейчас стоит в форпосте, который держит оборону и который защищает национальные интересы – это наш президент Виктор Янукович. Во время Евромайдана госпожа Бондаренко осуждала милицию. Мол, слишком мягко работал Беркут. И вот сегодня Бондаренко мирно гуляет парламентом и тоже вступает за мир и справедливость. Следующим за мир и справедливость хочет выступить донецкий нардеп Владислав Лукьянов. Сегодня владелец сразу нескольких роскошных квартир в Киеве как раз определяется, кому служить на этот раз. Есть информация о том, что вы вступили в межфракционное объединение «За мир и справедливость». Это правда? Ну, решается вопрос. Обслуждаем. Ну, давайте, все, по-практу. Одиозных и осиротелых регионалов сегодня объединяет некий депутат Виталий Грушевский. Евромайданы по всей Украине. Это волевывание людей, революция, або это спроба до державного переворота. Депутат Грушевский открыл рот, когда Евромайдан постучал в дверь. Экстремические организации «Правый сектор», «Трезуб» и начались сутки с правоохоронцами. Сегодня в скандальное объединение «За мир и справедливость» уже вступили около 20 народных депутатов. Осталось еще почти две сотни кинутых регионалов. С рахованием этого мы видим, что буксует сегодня до структовый выбор. В соответствии, цена этой группы, которая есть в парламенте, она сегодня сутки возрастает. Не пропадает же такому количеству покорных избранников. Прошу голосовать. Да! После сокрушительного фиаско снова выходит в люди экс-глава администрации самого Януковича Сергей Левочкин. Я вам скажу так, что когда наше правительство что-то проваливает... Господин Левочкин, наверное, очень надеется, что народ забыл, на кого он работал последние три года. Первая стадия – это поиск виновных. Вторая стадия – это наказание невиновных. И третья стадия – это награждение непричастных. Вот сейчас мы находимся во второй стадии. И тоже заманивает растерянных регионалов в свою команду, убеждает политехнолог Березовец. Створение политического проекта Педлевочкина покликано, случайно, створить передумовы для... Створить ему реальный политический инструмент для входа. После этого, я думаю, что кто-то на свою впалую грудь начнет пытаться повесить по третьей схеме, третью вот эту вот медаль, в свете награждения непричастных. Голодные и напуганные регионалы, конечно же, убеждают – в сомнительные фракции вступают никак не из-за денег, а из чувств глубокого патриотизма. И, то есть, вас не финансуют ни Курченко, ни Арбузов, ни Кремль, Сурков – этого всего нет. Скажите, пожалуйста, вы звоните к тем, кто распространяет эту информацию. Вот только российского патриотизма или украинского – большой вопрос. Миллионная партия фактически оказалась заложником одной коррумпированной семьи. Когда четыре месяца назад в самом сердце украинской столицы убивали десятки украинских граждан, Алийник, Бондаренко, Лукьянов, да и сам Левочкин пользовались всеми прелестями неограниченной власти и думать не думали о мире, а тем более о справедливости. Спасибо! Спасибо!